У каждого всегда индивидуально. Мужчине всегда очень сильно, две вещи, мужчину очень, три вещи, мужчину очень сильно приводят к близким отношениям. Три вещи. Первая вещь, когда ты, женщина, восторгается его увлечением, его, как бы, жизнью, куда он устремлен. Мужчина устремляется только в деятельность. Женщине всегда это не нравится, потому что она конкурирует с вниманием к ней. Если женщина говорит, ты такой молодец, ты так стараешься туда, в эту свою деятельность идешь, мужчину сразу сильно расслабляет, и он считает, что жена прямо у него супер. Мужчины согласны, нет? Согласны. На сто процентов. Это первый способ. Женщины вообще многие не знают этого слова. Вы удивились сейчас, да? Значит, это не его вариант. У некоторых мужчин так. Вот. Второй вариант. Как ни странно. Второй вариант. Как ни странно, женщины. Как ни странно. Это очень заботливо, с любовью, ничего не спрашивая, не создавая в это время никаких истерик. Просто по-доброму накормить мужчину. Часто женщины, когда мужчина начинает кушать, он расслабляется, раскрепощается, и в это время они начинают его грузить своим проблемами. Вот в это время не надо его грузить, надо его кормить и терпеть. Если хотите что-то спросить, спросите чуть попозже, когда он уже поел. Он когда отваливается от стула, так. Вот в это время спрашивают. Тогда он будет очень благодарен. Он в это время как бы очень открыт, благодарен через пищу. Женщины, многие женщины не понимают этого. Они думают, ну я вот кушаю, ну я когда захотела, поела. Не создаю из этого какой-то большой проблемы. Женщины говорят, ну я захотела покушать чуть-чуть и все. Не создаю проблемы. Поела, что есть, ну что, какие проблемы, вот поела и все. Они думают, что у мужчины то же самое. Вы ошибаетесь. Мужчине поесть – это целая эпопея. Потому что, понимаете, как бы есть разные варианты. Вот, допустим, один вариант насыщаться – это, ну как бы, налить что-то куда-то чуть-чуть. И когда кончается, еще чуть-чуть налить. Так насыщается женщина. А мужчина, он заряжает себя патронами, понимаете, целый как бы, ну то есть, полностью весь боевой заряд в это время, как бы, заряжает себя. Поэтому он не перекусывает, он жрет. Ну надо много наесться сильно, потому что он, как бы, патронами заряжается. И в это время, ну надо любить ему, заряжать его, заряжать. И он думает, сколько можно есть вообще. Мужчина ест, потому что это его, вот, способ выжить. У него так устроена психика, что ему надо много съесть, потом долго переваривать. В это время у него много энергии, он ее тратит на жизнь. Женщина так не может питаться или не должна. Она понемножку, чуть-чуть раз, она для вкуса питается, для любви. Она вкусом энергию любви приобретает, поэтому ей надо кушать только то, что им нравится. Женщинам иногда надо говорить себе тайно, никогда никого нет. Дурая, дурая. Тайно, когда никого нет. Видите, я вам настаиваю, женщина, настаиваю, что кормить мужа, это очень серьезная вещь. Пожалуйста, вы слышите меня. Начал потерять свой близкий свой. Женщины, для женщин это не является важным. Поэтому они не понимают. Но я вам говорю, что это так. То есть, вот это вот устанавливает близкие отношения. Вторая вещь, то есть, его любимое дело прославлять раз, кормить его, внимательно очень кормить. Как бы это вторая вещь, которая устанавливает отношения. Дает его, как бы, сердце делать близким. И третья вещь, которая делает сердце близким, это верность. То есть, если женщина так невзначаемому мужу говорит, ты знаешь, вот удивительно, но мне никто не нужен, кроме тебя. Ты мне единственная. Когда он такое говорит, у него, ты мне не нужен. Сердце вот так открывается, и все. Он очень глубоко начинает жену воспринимать как вещи. Вот три вещи. Прославлять его дело, кормить с любовью, не мучить его в это время. И именно то, что он хочет ему давать. Жри, что есть. А? Да. Даже если вредно, ущерба здоровья, самочувствия, все равно надо давать ему то, что ему нужно, он хочет кушать. Если он разобьется как личность, он будет что-то другое кушать. Человек кушает только то, что его насыщает. Приходит время, он меняет восприятие мира, и его что-то другое насыщает. Но если вы ему не даете то, что он хочет, отношения рушат. Если все вот это делаешь, и ничего не помогает, значит, ему нужно воспитание. Это значит, что он обнаглел. Значит, надо от него отстраниться просто, желать ему счастья, все делать на расстоянии. И через некоторое время он начнет воспринимать вас. Он как бы отрезеет и поймет, что он что-то теряет в жизни. Вот-вот-вот, мужчина не показывает ни эмоции, ничего, как будто ничего нет. Не нравится, как понять, да? Не поймешь, помогает или нет? Мужчина не проявляет эмоции, да? Только негативные проявляет. Мужчина не проявляет никаких эмоций, когда ты делаешь, он ни спасибо не говорит, ничего. Как понять, что он глубоко, как бы, тронут? Сейчас расскажу. Я сейчас расскажу. Эмоций нет. Вот смотрите, для мужчины, он, когда проявляет эмоции, он не тронут. Когда он тронут, он не проявляет эмоции. Он не может делать две эти вещи сразу. Когда он тронут, он расслабляется, смотрит просто вот так, как ватрушка. А когда он проявляет эмоции, он для вас это делает, он играет в них в это время, он играет в эмоции. Но мужчина не может сразу, вот одновременно, как бы быть тронутым и сказать Так может только женщина. Актеры это просто игра, они в это время не тронуты. Когда мужчина тронут, любой актер даже, он в это время не проявляет эмоции. А в женщину проявляет, они по-разному совершенно устроены. Вот я сейчас проявляю эмоции или нет к вам? Нет, я просто вам даю лекцию так, чтобы вы были счастливы. Когда я начну проявлять эмоции, я вот такой буду. Пусть вы встаете и говорите, Олег Геннадьевич, спасибо вам за все. Если вы меня пробьете, я такой, прижухну вот так вот, все и замолчу. Улыбаться не буду в это время, значит я проявляю эмоции. Да, у вас вопрос. А, девушка, да? Подключился. Нет, не поэтому он не уходит из семьи, не потому что ребенок, а потому что у него есть совесть. Попытайтесь понять, у вас хороший муж. Он мучается и вы мучаетесь. Видите, какая ситуация женщины, насколько это важно, не потерять мужа. Вот теперь мучаемся и не знаем, что делать. Я вам сейчас расскажу, что делать. Вам надо знать просто, что Бог на вашей стороне. Слышите меня, девушка? Если вы узнаете, что Бог на вашей стороне, у вас на лице появится хитрая улыбка. И вы перестанете беспокоиться по поводу того, что он с ней общается. Знаете, как побеждает женщина, какая женщина побеждает? Которая знает, что это мой человек. Мой человек. Если вы это знаете, куда бы его ни несло, он будет привязан только к вам, потому что это правда. Это ваш человек. Бог его вам дал. Если вы так настроены, улыбаетесь ему. Радуетесь. Эта ситуация означает война между двумя женщинами. Побеждает сильнейшая. Я сейчас рассказываю ей, как победить. Можете помочь ей? Помочь только одна. Когда женщина сильна, чувствует свою силу, сила эта в береге находится. Сила в береге. Надо верить, что этот человек дан вам Богом, и вы на него имеете единственное право. Рисоваться перед ним вы только можете честно. Все остальные это делают нелегально. Поэтому вы легальные, а они все нелегальные. Но могут быть иметь какое-то чувство, допустим, по судьбе. Вам надо страдать сейчас. Вы сами кого-то так подвели в жизни, сейчас получаете такой экзамен. Но это не значит, что вы должны проиграть. Понимаете? Выигрывает тот, кто верит, что это ему положено в жизни. Я вам сейчас эту веру объясняю. Это ваш муж. Он вам положен. Та тетка отвалится. Я даже могу сказать, когда. Она точно отвалится по вашей судьбе через 7,5 месяцев. И точно сейчас уже перевалило через середину. То есть вот этот наш с вами разговор, это ваш дата экзамен. То есть после этого сейчас все начнет становиться лучше. Вы слышали меня? И больше никогда не пренебрегайте своим мужем. Это все началось от того, что у вас было сильное увлечение какое-то. Вы забыли про семью, занимались этим увлечением. Вспоминайте. А? Но вы увлекались чем-то другим, правда, в это время? Вспоминайте. Не ценила? Не ценила означает не служила, не вкладывала силы. Потребительски жила. Брала только силы. Вот об этом вся лекция у нас. Итак, следим друг за другом. Следующее, что я вам сказал. Следим друг за другом. Смотрим, какой период у человека идет. Ловим. Тяжелый период. Смотрим. Это тоже тяжелый период понесло к женщинам другим. Это значит, ему не хватает чего-то. Надо это очень диагностировать у человека, у близкого. И у женщин тоже, допустим, женщина все делает, ухаживает, заботится. Но знаете, как определить, что женщина, она с тобой находится в глубоких отношениях к мужчине? Есть только один способ определить. Если она тебе рассказывает про себя, открывает тебе сердце, говорит, у меня такая вот жизнь, вот это вот то, все, это значит, что у нее все хорошо, то есть она от вас не уходит. Но если она перестала вам рассказывать про себя, это значит, что ее понесло куда-то в другую сторону. Потому что женщина всегда только через открытие сердца проявляет свою преданность и привязанность. Больше никак. Все остальное это можно сыграть. Но вот в это сыграть невозможно. Никогда женщина искренне, да? Подключилась уже, как бы, кому-то, да? Очень простая ситуация. Женщинами проще. Надо стать мужчиной, смотрите, надо стать сильным. Как бы не реагировать. Надо внутри себя в молитве победить силу этого человека. В молитве победите его силу, станьте сильнее его. Вот, самый лучший способ, если вы, став сильнее его, сможете найти способ сделать ему точный массаж лица. Да, это самый лучший способ вообще. То есть, если вы ему промассируете лицо, точный массаж лица, да? Не понимаете? Я не буду говорить, ну, вам люди потом объяснят после лекции, потому что сейчас законы такие приняли, что нельзя, как бы, мне это говорить прямо. Вот, сразу она на вашу сторону встанет. Потому что женщина, если увидела мужчину пораженным, она увидела, что, как бы, его кто-то победил, у ней, как бы, она по-доброму, она, «Ой, я тебя, я тебя, он такой плохой, я тебя люблю, как бы, я за тебя на твоей стороне». И она может говорить все, что угодно. В это время она уже его не любит все. Потому что женщина не может любить мужчину, который, как бы, проявился как труп. Я правильно говорю, женщина? Все. Глубокое чувство отваливается. Если нет такой возможности, допустим, у вас, или просто, как бы, это не ваше правило, то тогда просто сила духа. Станьте сильнее, перестаньте ревновать. Газуйте жене, любите ее, как бы, по-доброму относитесь. Станьте, пересильте человека своей внутренней силой. Станьте сильнее его психически. Все, он отвалится сразу. Даже не надо там сильно как-то. Женщина все проще в этом плане. Она, естественно, привязана к мужу, к детям своим. Естественно, привязана. Если вы проявляете правильные качества, становитесь сильнее, все, ситуация перетекает сразу на вашу сторону. Все. Но при этом не слушайте ее болтовню. Все, что она говорит в это время, это все неправда. Она не знает саму себя. Если она говорит, он лучше, там рассказывает, то вы мне обращать не можете. Бог, муж от Бога, да? С прошлой жизни, да? Говорят, с прошлой жизни. Мы с тобой, мне женщина одна сказала, мы с тобой. Олег Геннадьевич говорит, я хочу вам задать вопрос. Мы с мужем живем одну эту жизнь. И Бог мне дал этого человека на эту жизнь. А я встретила другого человека, с которым мы уже пять жизней вместе живем. У нас в этой жизни, как бы, в этой жизни с моим мужем, у нас есть двое детей. А в тех жизнях прошлых, у меня много детей было с тем человеком. Теперь у меня вопрос, Олег Геннадьевич, к вам. С кем мне быть? С этим человеком, которым одну жизнь, как бы, вот, временно. И с тем, с которым у меня много жизней было уже. Олег Геннадьевич. Смешно, женщине? Примерно то же самое, обычно, рассказываю. Да, это так работает женское мышление. Женщине надо объяснить себе обязательно какую-то философию сделать из того, что она согрешилась. Обязательно что-то придумать. Подтверждение астрологов найти обязательно. Найти астролога. Этот не подтверждает, он не знает. Пошла к следующей. Этот тоже не знает. Этот, о, а этот знает. Все замечательно, все нашла. Да, так работает психика, ничего не сделает. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Не могу простить себя. А вот, о чем говорить. Ага. Другое качество женщины. Самоистязание. Я вам сейчас избавлю от этого очень быстро. Ваша неспособность простить себя – это эгоизм. Да, это просто корыть. Постоянно об этом думаете только по той причине, что вы хотите быть хорошим. А человек не должен быть хорошим. Он должен учиться служить другим. Я всегда в этом случае привожу один и тот же пример. Он классический. Один ученик пришел к своему учителю и говорит, «Ну, учитель, я самый падший. Я самый падший». И учитель посмотрел на него и говорит, «Ты не самый падший. Ты просто падший, и все». Отвлекись, отвлекись от этой мысли и иди делай что-то доброе, хорошее. Перестань думать о себе. Вы слышали ответ? Видите, вы продолжаете о себе говорить, да? А зал ведь ждет лекцию. Все нормально. Я для этого сюда и приехал. Немножко вас повоспитывает, правда? Чуть-чуть так. Нет, нельзя. Итак, спор – это не разногласия в семье, это нехватка энергии и счастья. Запомнили? Разногласия всегда есть, они не являются проблемой. Разногласия указывают на то, что у нас не слишком глубокие отношения. Пока люди не углубляют отношения, разногласия всегда между ними есть. Спор, конфликт, ругань, драка – все это признак только одного – нехватка энергии. Людям плохо просто, им не хватает сил. Заметьте, что когда энергии хватает, силы есть, настроение хорошее, споров нет в это время. Споры всегда бывают, когда плохо. И разногласия не волнуют, когда все хорошо, значит, энергии есть. Теперь тяжелая судьба в семье. Смотри, трудности какие-то финансовые начинаются, болезни там и все прочее. Это что такое? Что это такое? Люди по-разному воспринимают. Некоторые люди думают, что это знак, что мне не надо жить с этим человеком. Споры, то есть финансовые трудности или болезни, или еще какие-то страдания, допустим, препятствия с стороны родственников. Что это такое? Какова причина этой силы? Давление времени для чего оно предназначено? Оно предназначено для того, чтобы раздолбать вашу семью, которая вам дана Богом. Вот все эти трудности финансовые, трудности со здоровьем, трудности в отношениях с родственниками, нет квартиры, живем в разных городах. Все это предназначено для того, чтобы раздолбать вашу семью и сделать вас несчастным. Вот только одна причина есть в этом во всем. И если вы эту причину понимаете, как вы будете настраиваться? Что вы будете делать? Вы будете укреплять свою семью в это время. Не надо в это время думать слишком много о финансовых трудностях, как их решать. Не надо в это время слишком много думать о том, как успокоить родственников. Нужно в это время думать, как сохранить то, на что направлена сила разрушающая. Потому что именно это и происходит потом. Понимаете? Вы вроде бы наладили все, а семья и готова. Потому что цель была именно она, ваша семья. Поэтому туда направьте главную свою силу. Причувствуете, здоровье портится у одного из супругов, финансовая ситуация портится, квартиры нет, там трудности какие-то с родственниками, трудности. Знаете, причина только одна, это ваша семья. Больше нет никакой причины. Потому что, когда ваша семья будет разрушена, все эти трудности для вас будут по барабану. Когда человек один, ему все равно. Ну, болеет, болеет. Долги, долги. Всегда очень тяжело и плохо, когда есть кто-то рядом в это время. И эта причина только одна, это разрушение вашей семьи. И если вы не понимаете эту причину, а начинаете больше сил тратить именно на то, чтобы эту дырку заткнуть, то знайте, что она даже если вы, если вы ее заткнете, может так случиться уже, что семью в это время уже не сохранишь. Потому что близкий вам человек скажет, я долго ждала, когда ты отвлечешься от своих проблем и обратишь на меня внимание. больше ждать уже не могу. Вы слышали или нет? Теперь поднимите руку, у кого так и произошло. Вот это вам свидетели моих слов. Пожалуйста, поймите, что все эти трудности указывают на желание разрушить семью. А если вы думаете, что эти трудности указывают вам на то, что это не ваш человек, то вы сами становитесь для себя такой же трудностью. Знайте, что если вы живете с человеком год, не можете от него уйти. Даже если вы это называете гражданским браком, как хотите называть, сожительство, как угодно. Вы живете год с человеком, не можете от него уйти. Этот человек вам дан Богом. Это ваш муж и ваша жена. Все. И это значит, эти отношения надо сохранять. А если вы не будете сохранять, я не буду сейчас на это время тратить. Я знаю, я вижу по вам много-много здесь в зале примеров несчастной, разбитой жизни. Только из-за того, что мы пренебрегли волей Бога. Когда Бог людей держит друг с другом, именно это его энергия держит друг с другом людей, не дает разойтись. И мы насильно разрубаем эту энергию, дальше будет характери. Он вам будет такие ситуации создавать, в которых вы получать будете свое, конечно же, то, что хотели. И это свое, как вам кажется внешне, будет такие проблемы потом создавать. Чем дальше, тем тяжелее. Это не значит, что только одну самую семью Бог создает. Конечно, Он будет вам давать шанс и дальше создавать, нам давать шанс. Но трудности возрастают. Пусть вы получите лучше человека, если вы кого-то бросите. Такое возможно. Но трудности будут больше с ним. Все равно. Это неизбежно. Потому что чем дальше в лес, тем больше дров. То есть трудности будут возрастать по мере моего игнорирования этого закона. Я не имею права бросать близкого человека. Вот как называется этот закон. Не имею права. А если я думаю, что я с кем-то буду счастливее, то человек просто отражает мою собственную судьбу. Он ничего другого не делает вообще в личной жизни. Только это. Он мне дает только то, что я заслужил. Все. И если я этого понимаю, то даже при тяжелейшей, самой тяжелой семейной карме человек чувствует себя счастливым. Как? Что насильно объединяет? Муж хочет развестись? Не надо давать ему позволять этого? А потом не хочет, да? Это шантаж. Это так делают мужчины. Он с полным... Вот мужчина, если сильно привязан к женщине, сильно ее любит, да? То он на полном серьезе. Вот с полным, вот сто процентов говорит. Ты мне вообще знаешь, не сдалась. Если что, я тебя сразу бросаю. Это признак тяжелейшей, сильнейшей привязанности его к вам. И еще признак еще одной вещи, что вы его никогда не воспитывали. Как только вы начинаете его воспитывать, то потихоньку эта спесь уходит. А если вы, не дай бог, от него уйдете из-за того, что он так себя ведет, вы не представляете, как он будет страдать. Он будет мучиться страшно. Детей нет, возьмите на воспитание. Будут ваши дети. Есть одна знакомая, она взяла ребенка на воспитание, такая счастливая, это ее ребенок. А вы его заставки любовью. Ну, знаете, как бы так ни складывалась ситуация, то, когда мало платят на работе на какой-то, то мужчина выбирает работу, он должен оставаться на этой работе и работать, пока не найдет лучше. Мы говорим о женатых людях. Мужчина выбирает работу. И он работает даже несмотря на то, что мало платит. Нельзя бросать. Если мужчина бросает работу, только потому, что мало платит, думает, что он найдет лучше, он вообще остается без денег. Такой закон. Мало платит мужчина выбирает работу всегда и работает, пока ему Бог не даст лучше. Именно всегда Бог дает лучше мужчине, если он остается на работе, а не бросает. А если он бросает, ему Бог дает, то не лучше. То же самое опять. Лучше будет, если ты выдерживаешь нагрузку. Теперь смотрите, женщина выбирает, когда им мало платят, не работу, а семью. Женщина улучшает свою карму, если она уходит просто с малооплачиваемой работой. Согласен, конечно, мужа. Не согласен, Олег Геннадьевич, а согласен мужа. Вот. Она уходит с малооплачиваемой работой, отдыхает, восстанавливается и после этого находит себе работу лучше, где больше денег дает. А мужчина находит себе работу лучше, если он не бросает эту, а остается на ней. Вот такая удивительная противоречие. Давайте без вопросов пока, потому что я не укладываю с темы. Чуть попозже. Ипотека не помогает сохранить семью. Ипотека не помогает сохранить семью. Она ее разрушает. Ну, чтоб вы знали так. И понимаешь, что хочется вот квартиру раньше, чем положено, но это разрушает семью, не помогает. Ну, чтоб вы знали просто. Я так между делом говорю. Если еще не взяли, если еще не взяли. У вас ипотеку отношений. В думать, сейчас ипотеку возьмем, все теперь классно будет. Кто-то ошибается. Будет еще хуже. Согласны или нет? Потому что ипотека напрягает людей и высасывает из них силы. Когда сил становится меньше, отношения рушатся. Вот и все. Закономерность простая. Вопросы верности и уважения. Как сделать мужчину верным? Мужчина делается верным, когда ты договариваешься с ним об этом. Ну, то есть, нужно войти мужу в сердце и пытаться с ним общаться ближе, договариваться с ним. И тогда вот через близкие отношения, когда ты показываешь, что ты ему верна, ты строишь близкие отношения с ним. Близкие отношения означают постельные отношения. Понимаете, о чем я говорю? Я говорю о беседе сейчас, о беседе. Если женщина не строит близкую беседу с мужем, а строит с кем угодно там, но только не со своим мужем, то она его уже потеряла. Вопрос только времени, когда он идет. Как сделать так, чтобы муж остался рядом? Нужно с ним, ему открывать свое сердце. Это признак женской верности. Это очень глубоко заходит в сердце мужчине. Когда она ему говорит о помощи, решении проблем. Женщина говорит ему, мужчине, о том, что у вас есть проблема, как ее решить. Понятно, что он вам не поможет в этом, но вы должны слушать, что он говорит. И в это время вы устанавливаете с ним отношения. Может быть, ему поможет. Потом скрывается, что через него Бог тоже может действовать через мужа. И он может помочь вам, правда. Но он это говорит долго, нудно там. Разводит всякие философии. Можете не слушать все это. Думайте о чем-то другом, но хивайте головой в это время. В это время вы сохраняете семью. Потому что если он видит, что жена его слушает все философские системы, то в это время он начинает ее сильно любить. Он как бы чувствует, что это его человек. Женщине, понятно, человеку тяжело это все слушать. Женщине нужно прямой, однозначный ответ всегда. Если мужчина его не дает, она устает. Слушай, она меня не дает. Спасибо вам за обратную связь. Философия демагогии идет вот из этого центра разума. Здесь у женщины дырка. Очень чувствительное место. То есть, когда мужчина начинает, у нее здесь напрягается все. Она даже не может понять, что он говорит даже в это время. И так тяжело слушать. Мужчины, знаете, что вот есть такая трудность. Поэтому женщине надо все однозначно говорить. Просто вот так, так, все. Ничего не объясняя. Женщина все понимает сердцем. Если сердце откликнулось, она чувствует, это правда. Не откликнулось, неправда. У нее такая философия у женщины. Правда, неправда. Правда, неправда. А если ты как бы объясняешь, почему это так, ей уже это не надо. Уже проехали. Я правильно говорю женщине? Теперь слушайте, женщина, раз я правильно говорю. Теперь слушайте. У мужчины дырка вот здесь. У него сердце является слабой зоной. Здесь другой центр разума находится, который связан с эмоциями, эмоциональным выражением чувств. Если вы мужу слишком эмоционально что-то говорите, выражаете чувства свои, как подружки, как подружки, допустим, то он и говорит, давай с тобой поговорим. Эмоциональному говорите, он говорит, давай завтра, я сегодня устал. Почему? Потому что ему очень трудно, то есть, слушайте, у него здесь дырка. Поэтому он влюбляется в женщину. И та же самая энергия, она как бы мучила, и он беззащитный перед женскими эмоциями. Поэтому, если вы что-то донести до него хотите, эмоций в пять раз меньше взбавьте, говорите, как будто бы вы вообще вас это не волнует. Допустим, если вы скажете, встать, пожалуйста, в туфли на место. Не надо входить в них на кухню грязной, в туфлях. Даже если тебе сильно хочется покушать, он не услышит этого, потому что ему будет больно в это время. И он будет вам говорить, да ты не понимаешь, насколько сильно мне хочется покушать. Вообще-то мне некогда, мне надо бежать. Там и так далее. Он будет оправдываться в это время и просто увидит боль в ваших словах. Но если вы ему скажете, как будто вас это не волнует. Мой хороший, давай снимать туфельки, пожалуйста. Потом пойдем. Ну, снимай туфельки в это время. Потом он будет. Но это не значит, что в следующий раз он так же сделает. Если вы не сказали, он опять в туфлях пойдет. Для того, чтобы он снимал туфельки, ему надо сказать в среднем раз 50 где-то. По-доброму, спокойно. И когда вы уже автоматизм выработался, тогда у меня жена, как бы, у женщин всегда разные бзики. У меня жена, как бы, недавно у нее был такой бзик, что надо выключать свет везде. Она меня начала приучать выключать свет по всей квартире. Она мне говорила по-доброму, по лекциям говорила. Я не выключал все, потом выключал, потому что она говорила. И в какой-то момент я думаю, не выключил свет. Пошел, а я его выключил. Это значит, что все сработало. Можно дальше не говорить уже. Он все равно не думает о том, что надо выключать, просто оно само выключается. Понятно, женщина с системой? Вот так у мужчины работают. У женщины по-другому. Если она что-то решила делать, она всегда это помнит и делает. Мужчина нет. У него есть своя программа внутри. И от нее отвлечься очень сложно. Психика не может переключиться на другое, на что-то. У него своя программа, он по ней действует. Поменять программу мужчине очень сложно. Только опасность. Когда есть опасность, довод такой, мужчина изменяет программу. Опасность когда. Допустим, закрывай за собой дверь, когда пришел сработать. Программа не сработает. Но если, как бы, вы ему скажете, так по-доброму скажете, ты знаешь, там вчера какой-то алкоголик заломился в дом, мы милицию вызывали там, или выгнали, тогда он будет закрывать. Программа сразу сработает. Мужчина или воюет, или спит. Одно из двух. У него два варианта. Итак, как настроить отношения с мужем через близкую беседу с ним? Так можно избежать неверности мужа. Если вы видите, он начал погуливать чуть-чуть, как бы, вы когда близкие отношения, близкую беседу с ним устанавливаете, вы начинаете его вводить на совесть. Если он, как бы, с вами близко начинает общаться, постепенно совесть его начнет мусить, мучить, и тетка отвалится. Нужно близкие отношения с ним устроить, беседовать, понимаете? Близкая беседа помогает мужчину отвязать от кого угодно. Теперь, как вернуть женщину? Это не работает, вот эта вот беседа близкая не работает с женщиной. Есть только один способ. Хороший, крепкий, такой верный способ. Но она не должна знать, что вы являетесь инициатором этого способа. У каждой женщины есть люди, которым она сильно верит. У каждой женщины. Такого не может быть, чтобы не было такого человека. Чаще всего это не муж. Потому что муж верит сложно, как головняк. А другой человек всегда лучше, чем мой мужик. Женщина иногда верит подружкам. Иногда старшим родителям верит. Иногда какому-нибудь лектору. И надо найти, кому она верит обязательно. И если не изначально, не от вас это исходит. А этот человек ей скажет, что тебе надо перестать гулять от мужа. Все, она перестанет 100%. Она приложит все силы для того, чтобы это сделать. Потому что женщина всегда выбирает веру, а не грех. Если она имеет дело с теми, кто является носителем ее истины. Поэтому женщина через звук всегда меняет свою жизнь. Она, когда услышит от того, кому она верит правду, она сразу разрушает все проблемы. У кого из вас, женщины, были ситуации греховные в жизни, вы услышали на лекции и сразу все решили без проблем? Он, видите, вот женщина поднимает. Это так откровенно психика у женщины. Мужчина нужна близкая беседа. С женой, когда у него теплые чувства мужчины идут, он возвращается в семью. Через беседу с ним можно так обращаться, общаться. И он не будет, как бы, он будет катить с вами общаться. Он будет уворачиваться. Но если вы откроете ему сердце, все, с этого момента он ваш. С кем мужчина близкую беседу ведет, тому он и принадлежит. А не тому, кто красивее, как женщинам кажется. Поэтому никогда не упускайте эту возможность. Всегда старайтесь близко общаться с мужем. Открывайте ему свое сердце, показывайте ему пример. Мужчина сам сердце открывать не будет. Ему надо подходить и открывать ему, говорить искренние слова. И он, может, сам не будет искренние слова говорить, но он будет искренне настраиваться в это время. Он будет вашим человеком в этом случае. Молитва. Измена – это труднопреодолимая карма. Человек думает всегда, когда измена происходит, он думает, я с этим человеком жить не могу, потому что он грязный. У него как бы грязь, от него грязь исходит. Это факт. Но поймите, что мы же до этого с другими людьми жили, мы вообще в других телах были до этого, вообще в другие семьи. У нас все было другое. Некоторые, кстати, за это ревнуют, за прошлое. Нужна молитва, нужно устроить отношения с Богом и проститься само в сердце. Когда вы эту грязь сожжете, это ваша грязь, то есть вы из прошлого получили такое наказание. Вот, когда вы его сожжете, то он по-другому начнет к вам совести. И вы увидите, он искупит свою вину обязательно, если человек со временем. Вот вера в это дает возможность простить. Но прощение само приходит, когда вы с Богом отношения строите. Когда есть непреодолимая карма, только Бог может помочь. Ты молитесь, 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 оно само, оп, и простило. Так, раз, и все. А так вот заставить себя простить невозможно. Это невозможно. Нет смысла этим даже заниматься. У нас сегодня сражение идет. Я хочу прочитать лекцию. Вы хотите, чтобы я ответил на ваш вопрос? У нас так как бы... Мне что делать? Лекцию читать или отвечать на вопрос? Давайте я все расскажу вам. Итак, смотрите, как наладить с близким человеком отношения. Если между вами отчужденность. Еще раз хочу застрелить на это внимание. Есть последовательность. Первый этап – молитва. Я молюсь Богу и просто хочу, чтобы у меня в сердце к нему теплое чувство возникло. Просто хочу, чтобы у меня хорошо в сердце стало в отношениях с ним. До этого бесполезно строить отношения словами. Вот, дальше вторая стадия. Когда вы это уже сделали, следующая стадия. Вам надо дальше просто служить ему. Заботиться, очень верно себя вести, заботиться об этом человеке, заботиться. И во время заботы вы увидите, как он начнет с вами разговаривать. Ну, то есть, как раньше, по-доброму. В это время не надо выяснять отношения. В это время надо говорить о чем-то отключенном, радоваться ему, просто рассказывать что-то хорошее. И вот так по-доброму себя вести. Потом придет время, и вы сможете говорить о серьезных вещах. Но никогда в семье о серьезных вещах не говорите напрямую. Например, вы хотите, чтобы человек понял вас. Никогда ему напрямую не говорите о том, что он делает неправильно. Это неправильный стиль в целом в отношениях близких. Сейчас объясню, как вам надо это делать. Вы можете посоветоваться с женой. Например, жена ленивая, допустим, у вас. Допустим, все женщины ленивые, это нормально. Ну, допустим, сильно ленивая. Вы не знаете, что с этим делать. Она спит до 10, там ничего делать не хочет. Ну, то есть, совсем сильно ленивая. Вы можете так это сделать. Вы должны подойти к ней и сказать, вы знаете, ты знаешь, ну, это надо, чтобы этот случай пришел в жизнь. Надо ждать, допустим, такой вариант. Надо подойти к ней и сказать, мой друг обратился ко мне со своей серьезной проблемой. У него разрушается семья. Жена ленивая, делать ничего не хочет. Посоветуй, пожалуйста, что мне ему сказать. Если вы своей жене так скажете, она начнет советовать. Начнет рассказывать, как победить лень. Как помочь. И потом, после этого, у ней совесть начнет мучить ее. Она ничего не скажет. Она начнет думать и думать о том, как ей меньше лениться. Потому что она будет думать, что у меня теперь то же самое может произойти. А вдруг муж теперь будет считать, что я тоже такая же ленивая. Вот так у женщины совесть включается, когда ей не напрямую, а на примере кого-то другого о чем-то говорят. Женщины согласны? Согласны? Если напрямую сказать, что ты ленивая, она скажет, что ты сам ленивый. Ну то есть не работает система вот такая. Только вот так, не напрямую. Как мужчину воспитывать? Мужчине надо говорить напрямую о его проблемах. Но так, как будто это вообще не проблема. Например, муж пьет. Надо как бы накормить его. По-доброму, допустим, если он чуть-чуть выпил после 12, сказать, ну пойдем, кинчушка ты моя. В это время у него посыпается совесть, мужчина. Если вы скажете это с элементом, какой-то элементом злобы, негатива, то тогда все наоборот. Он будет назло это делать. Но если вы скажете ему очень по-доброму правду, он ее принял. Но надо говорить правду. Женщине нельзя говорить правду. Ей можно говорить только косвенные вещи, как бы. Что это ее не касается, вот надо посоветовать, помочь. Или сказку какую-нибудь рассказать. Ну то есть надо что-то такое, непрямое. Прямое, вот прямое как бы осуждение женщины вызывает протест в ней в сердце. Она не может это принимать от близкого человека. Мужчине, наоборот, надо прямо говорить. Вот женщины некоторые боятся прямо говорить правду. Надо говорить правду, но очень по-доброму. Прямо, прямо, говорить правду. Ты чего у меня такой гордый? Или нет, не чего у меня такой гордый. Гордый ты мой. Пойдем. Если ты ему по-доброму ласково говоришь правду, он через некоторое время начинает задумываться, почему так говорит ему жена. Потому что когда мужчина говорит правду и по-доброму, оно проходит глубоко в сердце. У мужчины психика так устроена, что у него вся защитная сила находится только снаружи, а внутри он мягкий и чувствительный по природе. Женщина об этом не знает. Она думает, он грубый такой. Она не видит внутреннюю природу мужчины. Мужчина внутренний, как ребенок. Как определить, какой у вас муж внутри? Это можно определить легко. Посмотрите на него, когда он наелся. Сидит и смотрит на вас. Он показывает себя, а не свою защитную силу в это время. Когда он засыпает, смотрит на вас за глазками, в это время тоже вы можете увидеть, какой он внутри. Запомните его таким и всегда к нему обращайтесь. Не вот к этому обращайтесь, а к нему, к тому, кто внутри. И тогда вы легко будете менять свой мужик. Обращайтесь с ним по-доброму, такой, когда он наелся или когда он засыпает. Вот запомните это и к этому обращайтесь, к этому существу обращайтесь. И вы тогда будете быстро менять свой мужик. Женщина снаружи, наоборот, очень чувствительная, внутри очень твердая, как скала. Мужчина для того, чтобы воспитывать свою жену, он должен внутри тоже стать очень твердым, а снаружи очень мягким. И тогда она начинает воспитывать. Он должен снаружи говорить очень мягкие вещи, но внутри быть очень твердым. И в это время она начнет воспринимать истину. Если мужчина снаружи твердый, грубо что-то женщине говорит, она просто ранится и все. Итак, молитва – это путь сердца. Сначала человек молится, потом он служит близкому человеку, потом общается по-доброму с ним на каких-то незначительных вещах, и потом воспитывает его так, как я сейчас объясню.